Джема и Энди едут через всю страну, чтобы навестить свою семью. Поздно вечером они оказываются на пустынной проселочной дороге. В этот момент начинается сильная гроза, и у их машины лопается колесо. Им приходится покинуть машину и отправиться искать помощь, но вокруг нет никого и ничего. Через некоторое время они натыкаются на жуткий старый особняк, который выглядит заброшенным. Но ребята решают проверить, не живет ли там кто-нибудь, кто сможет им помочь. Они подходят к воротам особнякам. На металлической табличке написано «Дом загадок». Джема и Энди чувствуют неладное, но им отчаянно нужно укрытие от грозы и помощь с машиной, поэтому они решают войти. Ворота заперты. На них есть домофон с клавиатурой и больше ничего. Вдруг из него доносится звук. Голос говорит «Ответ на мою загадку — пароль, чтобы отпереть ворота. Я сплю днем и летаю по ночам, но у меня нет перьев, которые помогали бы мне летать. Кто я?» «Это летучая мышь». Приближаясь к двери, наши герои видят, что на ней что-то выгравировано. Стойте на месте, странники. Не спешите стучать в дверь. Ведь если вы постучите больше или меньше раз, чем положено, вы об этом пожалеете. Вот вам вторая загадка. Я нечетное число, но я стану четным, если вы добавите ко мне две буквы. Что я за число? Джем и Энди понимают, что ответ — это количество раз, которое им нужно постучать в дверь. Поможете им узнать правильное число? Ответ — семь. Они должны постучать в дверь семь раз. Жуткий старый дворецкий открывает дверь и впускает ребят. Дверь внезапно закрывается за их спинами, а затем просто растворяется в воздухе. Других дверей в комнате, куда они вошли, нет. Дворецкий говорит. «Добро пожаловать, смертные! Чтобы выбраться из этого дома, вы должны разгадать все загадки в каждой из комнат. Если вы не сможете, то останетесь в этом месте навсегда. Вот ваша загадка для этой комнаты. Какая из невест выходит замуж за этого жениха? Если им удастся разгадать загадку, появится дверь. Если не удастся... Что ж, это очень плохо. Видите тени позади них? Тень третьей невесты держится за руки с тенью жениха. Они влюблены. Значит, это его избранница. После того, как наши герои правильно отвечают на загадку, перед ними появляется дверь. Они попадают в следующую комнату, которая оказывается библиотекой. Три книги падают из книжного шкафа прямо им под ноги. Затем они слышат голос Дворецкого. Вы должны открыть одну из этих книг. Но выбирайте с умом, потому что существо, о котором говорится в книге, появится прямо здесь. Если Джем и Энди откроют первую книгу, из нее выйдет ядовитый Василиск. Если они откроют вторую книгу, в библиотеке появится гигантское пиранье с острыми, как бритва, зубами. Если они откроют третью книгу, на них нападет огнедышащий дракон. Какую книгу они должны выбрать? Гигантское пиранье живет в воде и не сможет выжить на суше. Поэтому ребята должны выбрать вторую книгу. Дверь библиотеки открывается, и они входят в следующую комнату. Это столовая. На одной из стен висит большое зеркало. Однако отражение комнаты в зеркале имеет некоторое отличие от реальной комнаты. Сможете ли вы их заметить? У отражения статуи оленя в зеркале рога более развесистые. В отражении видно, как кто-то прячется за шторами. Но кроме Джеммы и Энди в комнате никого нет. И, наконец, в зеркале одна из тарелок на столе отличается от остальных. Но в реальной столовой все тарелки одинаковые. Джемма и Энди чувствуют, что очень проголодались. К счастью, следующая появившаяся дверь приводит их на кухню. Внутри ждут три повара. Первый повар – зомби. Второй – вампир. Третий повар – человек. Каждый из них держит в руках по пирогу. Но только один пирог можно есть. Какой? Вы видите жуков, вылезающих из пирога повара-зомби? Ужас! Пирог, который держит повар-человек, как-то странно светится. По-моему, он выглядит опасным. Значит, они должны выбрать пирог повара-вампира. Это не кровь, а вишневый соус сверху. Если бы это была кровь, вампир бы уже ее выпил. На этот раз появляются сразу две двери. На одной из них написано имя Джеммы. А на другой – Энди. Дворецкий подкрадывается к ребятам и выталкивает Джему в дверь Джеммы. А Энди – в дверь Энди. Джемма падает в яму и оказывается в таинственном саду. Она случайно будет спящего в саду гнома. Тот очень сердится, но соглашается отпустить Джему, если она правильно ответит на его вопрос. Он показывает Джемме три крошечных грибных домика и спрашивает, какой из них принадлежит ему. Вы сможете догадаться? Видите цветок на шляпе гнома? На дверной ручке второго грибного домика такой же цветок. Значит, это его дом. А Энди попадает в магическое подземелье. Подземелье охраняет людоед, и он очень доволен, что у него наконец-то появился пленник. Однако он соглашается отпустить Энди, если тот выберет правильный магический портал для побега. Перед ним появляются два магических портала. Каждый из них ведет в отдельную комнату. Энди нужно провести в выбранной им комнате пять минут. Первая комната наполнена ядовитым газом, который вырубит его через четыре минуты. Вторая комната наполнена водой. Если Энди выберет эту комнату, он окажется прикованным к полу, а вода будет очень быстро подниматься. В какой комнате парень сможет выжить? Энди нужно выбрать первую комнату. Он должен сделать вдох и постараться не дышать в течение минуты. А еще через четыре минуты дверь откроется. И тогда он сможет сбежать. И Джема, и Энди после правильных ответов волшебным образом перенеслись в коридор. Они счастливы снова быть вместе. В конце коридора есть дверь. Перед дверью стоит ведьма. Она кладет на стол перед собой три длинные волшебные палочки и говорит. Вам не нужно ничего делать с одной из этих палочек. Другую вы должны разломить пополам. А третью вы должны сделать еще короче, чем эти половины. Ведьма добавляет, что они могут ответить только один раз. И если их ответ будет неправильным, она не откроет дверь. Итак, вы можете сказать, какая палочка должна остаться длинной, какую нужно сломать пополам, а какая должна стать самой короткой. Видите пауков, свисающих с потолка? Поскольку дверной замок имеет форму паука, они, похоже, дают Джеми и Энди подсказку. Шелковая нить, на которой висит первый паук, самая короткая, поэтому первая палочка должна стать самой короткой. Нить, на которой висит второй паук, самая длинная, значит, вторая палочка должна остаться длинной. А нить, на которой висит третий паук, средней длины, значит, ребятам нужно сломать третью палочку пополам. Ведьма открывает дверь, и Джема и Энди входят в спальню. Внутри парят три духа. Каждый из них утверждает, что является владельцем особняка. Джема знает, что только один из них говорит правду. Кто это? Дух пожилой женщины говорит правду. Почему? Давайте отмотаем немного назад. Вы обратили внимание на портреты, висящие на стенах в коридоре? Там есть портрет этой дамы. Это может означать только то, что когда-то особняк принадлежал ей. Следующая остановка. Гостиная. Войдя туда, Энди замечает кое-что странное. Что именно? В камине появляется и исчезает лицо. Дальше ребята идут в кабинет. А здесь что не так? Пальцы средневекового рыцаря в доспехах постукивают по рукоятке меча. Следующая комната – спальня для гостей. Видите здесь что-нибудь странное? Этот хрустальный шар показывает, что кто-то сидит в подвале. Джема и Энди решают заглянуть в подвал на случай, если кому-то нужна помощь. Однако, чтобы войти туда, им нужно разгадать еще одну загадку. Там есть цифровая панель, и им нужно ввести семь цифр, чтобы отпереть дверь. Они понятия не имеют, что это может быть за пароль. К счастью, на стене висит записка, на которой написано слово. Что это вообще значит? Переверните записку. Что вы видите теперь? Буквы похожи на цифры. Верно. Значит, код – 1837837. В подвале три человека, которые утверждают, что оказались в ловушке. Но только один из них говорит правду. Кто? Вы видите швы на локтях этой дамы? Она жуткая и тряпичная кукла. Значит, она лжет. А у этого мужчины когти вместо пальцев. Наверное, он оборотень или кто-то в этом роде. Похоже, этот парень говорит правду. Джема и Энди берут его с собой. Наши герои правильно ответили на все загадки в каждой из комнат. И перед ними снова появляется дворецкий. Спасибо, странники. Теперь вы свободны. Но вам нужно кое-что знать. В этом доме все прокляты. Разгадайте последнюю загадку, чтобы отменить проклятие. Когда мы, наконец, освободимся, мы поможем вам и с вашим автомобилем. Вот увидите. Перед вами девять человек. Один из них монстр, который проклял нас. Вы должны найти его. У этого парня на голове два рога. Он не человек, а монстр.